хорошо вам текст показать конечно вот но я очень готов какая потрясающая прическа была сделана так у нас с вами 9 глава 3 там 40 какой-нибудь стих 45 где мы остановились конец воин замечательного негодяя вимелых да значит вот здесь 44 стих во вимелых в хорошим ашер и мо пашту в ямду петах шарга ир уж не хорошим пашту эль коль ашер басаде ваякум то ночью мы тоже прочесть сорок четвертый 5 сражался с городом взял город разрушил и засел его солью не слышал об этом услышал в этом все бывшие в башне шхемской ушли в башню капище был балды балбри то да баль эльбрид даже них они захотели здесь написать слово эль бейт эльбрид это называется ну да и собственно говоря боли слова отсутствует они его вставили балбри что подчеркнуть что это не бог завета а некоторые бай что на самом деле не очевидно здесь и было сказано они собрались все башни шхемские мечтали да и пошел в милах на гору салмон в общем они там нарубили сучьев но сучьи они использовали не так как нарубил каждый из всего народа сучьев и пошли и положили к башне сожгли посредством и в башню огнем и умерли все бывшие в башне шхемского около тысячи мужчин и женщин да значит вот такая ужасная расправа над ним я думаю что это за башня такая в которой могли умереть тысячи человек если это крепость и и довольно сложно обложить и сжечь если это башня то в ней довольно сложно разместить тысячи человек ну да может быть это некоторые там преувеличение ну вообще тут не все как мы видим понятно но мы видим что алималах он такой или четыре мчивый воин и безжалостный король потом начито здесь мы остановились 950 раилах и милах иль тэвец и пошел он в тэвец вы выехан ба тэвец в элкэдэ в элкэда и он ее осадил и захватил ну кида это лилкот захватить ну в данном случае видимо имеется ввиду что он ее совсем уже взял этот террес у мигдаль оз а я бы тох аир то есть там было какое-то башенное укрепление в я носу мигдаль это башня озата сила в я носу шама кольга нашим нашим за все убежали в хольба алый хаир ведь мы здесь весь время видим что нигде не говорится про людей что они тоже в эгое говорится более хозяева города означает ли это что это просто жители или это означает что это почтенные жители непонятно вы из грубо закрылись там в ялу альга ха мигдаль это какая-то такая башня у которой плоская крыша в его авиамеллах адгамигдаль в элла хэмбо выигрыш от петаха мигдаль ли сарфо баэш захотел эту башню тоже сжечь вот вата шлях иша ахат пеллах рэхэв аль рож авиамеллах ватарис это гульгаль то петах пеллах рэхэв это в общем все так считают что это верхний камень верхний камень и жирного рыба состоит из двух камней между камнями каким-то образом запускается зерно и верхний камень вращает при помощи животных какой-то другой силы скажем воды и таким образом милится мука его значит пеллах рэхэв это считает что это верхний камень какая-то женщина вероятно очень-очень даже спортивная швырнула ему на этот самый рэхэв которые у нас по всей стране разбросаны в больших количествах обычно расколотые как женщина может кинуть такое это непонятность как вообще он там оказался на этой ночью накинула тяжелый камень и разбил ему голову вот интересно что здесь вот есть такие все время сюжеты в танахе которые повторяются от героя героя в экранах ира эль-ханар носа килов и он быстро а воззвал к юноше носу своему воем орло шло в хрбх а у моты тени вытащи меч свой и убей меня пен юмру ли чтобы не сказали на сущий месяц и доли обо мне арагат ху такой ножка для нас неожиданный неожиданная между нами шкаль арага арага арагат значит она меня она его убила его женщина бэйт корреху и он его заколол его оруженосец и он умер и то же самое происходят шаулин шауль героически погибая на горе гирбуа где он бьется с филистимлянами тоже он просит своего оружия что тот его зарезал но там какая-то проблема с этим он не решается убить тогда до шауль бросается на меч шауль и натан бросаются на мечи свои чтобы не достаться живыми или стимлянам но он остался в живых пусть знаком что бросился на своем мечта попросил слова носа чтобы он его заколол вот такая важная вещь что рженосец его обязанности входит в мифах честно честная смерть обеспечить честную смерть для своего господина дальше важная фраза своей точки зрения веру из израиль и увидели израильтяне ким это в и мелах что умер и моих верху и шминку блин куму и африка для свое место в общем-то это конец потому что дальше идет редакторское объяснение всего происходящего так воздал бога и мелаху за злодеяние которых делал отцу своему убив 70 братьев своих и все злодеяния жителей сихемских обратил бог на голову их и постигла их проклятие отама сына и раба и ируба а ты здесь подводится итог о том о чем вся эта история эта история о том что эти самые боли и шхем и алималах они были злодеями и господь их конце концов за это наказал всех а вот но здесь также есть этот деталь что те которые воюют на стороне милых это израильтяне нигде не сказано что жители шхема это израильтяне поэтому есть есть некоторая вероятность того что этот рассказ повествует нам о том как первые израильские цари в милах или могут не 1 если гидон может быть был 1 или может даже его отец был первый но в общем это первая династия израильская она воюет против то есть она пытается овладеть как-то схемам и ее дочерними городами и даже в общем это успевает но в конечном счете ведут они себя так безжалостно и безобразно что они не удерживают власть над схемом и его округой и они вот эти все расходятся потому что в общем-то нафиг не например такой вот рассказ мне мерещится да что есть какой-то сильный вождь который сумел объединить после каких-то побед гидеона который тоже там воевал с единицами успешно вокруг себя азерильтян и затем какое-то время владели какую-то частью хана небольшой может быть но как только этот ложь вождь гибнет они расходятся то есть это значит что они расходятся каждый пошли каждое свое место что они пошли каждый то есть это какой-то сборная сорянка людей может быть бандитов воинов наемников в общем это не не то чтобы это местные жители они разошлись куда-то по каким-то местам откуда они пришли процессе написано израильтяне да но израильтяне а что такое израильтяне для для времена виновых что это такое но у вас по племенам своим разберемся может побрить по племенам это не сказано что они были в ней фрайл конечно с другой стороны опять же точки зрения редактора текста конечно ему интересно показать что израильтяне в это время является народом состоящим из разных колен но общий на общем народу было ли так в общем-то из текста мы это совершенно не видим невидимое опровержение этого не совсем даже не очень понятно почему это должно быть обязательно так мы видим что в общем-то довольно таки растут что описание того кто и там где находится где они там живут живут ли они каких-то маленьких в деревнях или в городах какое они отношения имеют схема совершенно не понятно и к схему и остальным городам которым они тут твои и почему вообще это война развязалась просто потому что они там шхемцы не как-то разочаровались в авиамелохи которому они до этого помогали не очень все это понятно очень какая то вот такая вот деятельность вместе с тем тут звучат несколько звуков нот восхваления во первых он безусловно мужественный и очень умелый воин устраивает засады побеждает этого своего противника голя сына раба которые названы так что общем-то отвращение берется только читаешь вот значит он научает своих солдат взять нарубить леса и делать как он точно так же поступает гидон между прочим когда он говорит смотрите на меня то что я буду делать делаете трубить то театру трубят и всем не тянет диком страхи разбегаются такие вниз какие-то общие у них фразы команды общие термин то есть мы видим что там значит истории про гидона тоже был как были какие-то проскользнули эпизоды в в разговоре его с царями урэвом и заевом которых он захватил тоже сказочные конечно имена а вот они ему говорят вот значит мы видели там братьев твоих подобных царю а он говорит если бы их не убили то я была сейчас тоже пощадил то есть там есть следы династии следы царство которое в нашем тексте гидонов отверг а в этом диалоге вроде наоборот признается что он был царем и возможно даже его братья были сынами царя то есть его отец был царем или какие-то другие битвы которые не описаны то есть тут есть некоторые сохранившиеся сохранившаяся какая-то такая вершина айсберга какого-то большого эпоса очень большого но больше чем то что нам досталось в котором были какие-то воины может быть даже не только с медицинами но и с хранениями израильтян не очень понятно кого скин в общем какие там герои как вы понимаете вот если вы представить себе средневековую европу то там значит вот там бою и там типа каких-то более поздних описаниях французы воюют против англичан ничего похожего там происходит бургундцы воюют на стороне англичан там и так далее да то есть все феодалы там выбирают себе с кем воевать и там так продолжается столетие то есть все воюют со всеми и когда появляется какой-то сильный лидер так ему кто-то примыкает и так далее то общем то не было такого же национального принципа вообще довольно интересный такой отдельно интересная тема которая для кого-то может быть могла бы быть интересной какой-нибудь диссертацию эту тему или книгу о том что в общем то мы увидим в танахе особенно вот в этих книгах в которых есть привкус истории книга книга судьи и книг и две книги шмуэля в них мы видим какие-то идеи которые в европе возникли развились намного много столетий позже что довольно таки естественно до история повторяется и там начнут на ближнем востоке в древности то есть там тут на ближнем востоке древности уже все это было проиграна а потом европ в европе там уже начиная с относительно раннего средневековья это все начало делаться заново да вот эти вот отношения вокруг сезуренов которые между собой как-то воюют и выяснение отношений и решение проблемы власти и централизации власти в конце концов на счет явлении идеи народа в современном в современном вот дискурсе историческом и политическом главным образом очень любят говорить о том что в общем-то понять все народы до 18 века не существовал и довольно странно особенно слышать когда мы читаем народ 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 становится который был не 18 веке написан а там седьмом допустим веке до нашей вот то есть какие-то идеи которые идея идея народа возможно было даже позаимствованы и станах европейцами когда они придумывали свои новые системы объединения первоначально слово nation возникла в европейских городах по отношению в университетских городах там допустим это землячество скажем как он парижском университете были итальянцы называлась nation или там париж ну не итальянцев не было те которые пришли из того что мы называем италии в италии они не назывались итальянцы они там были ломбардцами там кем угодно могли быть их там было очень много разных вариантов а вот nation там виталина какая-то nation она была в парижском университете каком-то другом да вот то есть вот отсюда происходит слово nation это как бы не относится к людям которые живут по своей земле первоначально вот но здесь в израиле мы видим довольно интересный такой момент что сам все текст нам показывает что они не очень там разбираются кто из них израильтяне кто нет нам разные колена и внутри колен происходит особица что говорит что там имеет ввиду гидеон и что имеется ввиду слушающий его более схем когда он говорит эту фразу что он лучше 70 цена вегидон или я имеется ли ввиду что он просто намекает им что он их родственник и поэтому они должны стать за него и убить всех 7 с другой стороны если мы так подумаем что в этом могут практически смысл лучше иметь 70 вельмож на допустим 70 не 70 но допустим 7 герцогов или одного короля всем известно что лучше до один лучше потому что не будет постоянной войны войны между этими между этими силы ну так по крайней мере нас очень современностью поэтому возможно тут была какая-то идея какой-то момент объеди попытки объединения которые не удалось тогда и не удавалось потом много веков в принципе как бы одна из тем книги которые мы сейчас читаем это тем объединение под центральной властью короля написано книга написано по крайней мере отредактировано окончательно уже разумеется когда давно всяческая власть короля было и меня появились какие-то черные штуки поехали значит вот такие у нас как бы итоги этого текста с одной стороны очевидно но проглядывает более больший текст который не вошел и с другой стороны мы видим что здесь есть туманно называемые израильтяне и они связываются именно с семейством гидеона и дан существовым элахом мы видим что они воюют против городов есть естественно как бы предположить что в эти времена в основном города еще принадлежали находились долинах и лежали к на ней тоже не были конечно общем хананейским фронтом а были там различными группами на это что мы назовем хранение то есть иначе говоря автохтонное население этих мест которые там занимались хозяйством долин а израильтяне это какая-то возможная группа тоже группа групп которые живут в горах выше и там каким-то образом прибавляются тоже с этим хозяйством и чем-то еще возможно грабительствуют если их отождествить хапиру возможно участвует в политических междоусобица этих городов вот врываются в не каким-то образом и там что страны ночь какие-то несложные отношения но здесь это все не очень хорошо описано начинается история с того что приходят медианитяне и гидрон успешно выгоняет описывается только волшебные чудеса большинственные но в разговоре мы видим что были реальные битвы которые не описаны похоже что что редактор избегает ну реальных реальных воин ему интереснее гораздо чудеса которые господь делал возможно что и начально этих чудес не было первоначального текста могли бы сам по себе гидеон поскольку его имя 2 или 1 юбан весьма вероятно что относится как раз не технической какой-нибудь она барбаллической велики какому-то первоначального варианте поэтому тут очень трудно сказать и начальном смысле происходящего но то что эти события опираются на какие-то реальные воспоминания исторические скорее всего так она есть вот и важный момент который здесь еще есть это то что хотя вся книга посвящена тому как хорошо общим иметь власть и как не хорошо ее не иметь но в ней вот стар в нее вставлен этот великолепный эпизод светомом который который фактически подводит итог власти как чего-то очень неправильно что хороший человек у нас не пойдет есть такие характерные очень вообще для танаха противоречия идеологические собеседом хотят сказать что одно но по ходу дела не вот не удерживаются рассказать на ничего противоположное что и делает на более менее чтение после этого интересно что в главе он повес он он оказывается в ряду шуфтим в ряду судей воякам хорей овимэл лихо шея это израиль то есть он как бы воспринимается в этом тексте как израильский спаситель но может быть конечно можно как-то иначе прочесть что просто там был а после него встал тот кто будет спасать играли под монастырь но в общем то он как бы здесь алималах оказывается возможности того что он описывается как один из героев один из судей или даже царей бояка махаре обимэллах лихо шер и израиль тала бен поа бен да да ищи сахар бываю шеф бешамир бахар и фрайл это еще кое-что мы нам только что вам сказали потому что во первых он сам из сахара на живет на почему-то шамиль и награде правильность вы поищите погуглите шамир шамин находился вообще-то в колене куда ну как бы можно сказать что он может находился один шамиль находился в колене куда другой шамиль находился камень не фрайма но я не нашел ничего про шамиль который находится в колене ты здесь 33 как бы человек который разлетается в трех направлениях он с одной стороны из и сахара и сахар на севере находятся довольно далеко от эфраем а через силами наш надо пройти вот и это самое и при этом и сидит в деревне которые в городе который называется именем города который находится вообще в ягуде из опять надо пройти через бениамин и окажешься в ягуде все это довольно таки довольно таки забавные страны на нем ничего особо интересного не рассказывают вы и шкод с рим вы шалаш шана ваямац вей кавер бешамир в общем так не знаю мы не знаем были ли какие-то особенные легенды которые авторы решили не вставлять вояка махара я и после него а что как он там сидит в горах и правила или горах иудеи то есть временном израиле а после него встает я ир ходил один по другую сторону иордан то есть они собственно горения лет мы должны были быть один за другим они могли быть одновременно они как не связаны с собой очень далеко я к махараф я иргил один вы и шпот израиль до празднуешь подписали на любополит заблуждение легкомысленно читателей возникает ощущение сразу же у нас что периодически появляется какой-то герой и весь израиль вдохновенно ему служить и неважно где он при этом сидит он может сидеть и фраги а может это гореть и а другой где-нибудь еще сидит и весь израиль ощущаю свое израильское единство сразу же значит признают его своим там судьей господин конечно еще такого никогда в древности не бывал люди до восемнадцатого девятнадцатого века но там была там какая-нибудь османская империя когда это гаузерской империи российской империи империях там как бы это дело было преодолено но в общем-то власть даже королей французских каком там 15 16 17 веке она не распространялась дальше париже там были всякие другие люди которые представить себе что кто-то очень далеко живущий признает немедленно какой духовного лидера находящегося далеко для древности до натуре на себе представить люди все-таки еще не были готовы к объединению абстракциями такими как народ или даже такой абстракции как религии практически о чем сейчас читаем учебщикся это книга и листана о том что народ израиля объединен религиозной идеей мы все время сталкиваемся с тем или это религиозная где это вера в единого бога я которого они там верят таким ты таким товаром согласно тоже но эта идея которая вероятно возникла в самом конце восьмого седьмом веке до нашей но в реальности она никогда не воплотилась если она воплотилась реальности на земле израиля уже во времена хашманейского царства то есть во втором веке на наше а тогда действительно ночь как вот эта идея всех объединить через илгоизм она вполне ему далась причем интересно что эти шманейские цари они сами писали были страшно иммунизированы огречены носили греческие имена но при этом в общем или себя не так как парисей бы полюбили например но при этом они использовали очевидно из археологии современной они использовали именно тору и религию основанную на торе как способ объединения всех людей над которыми они властвовали эти люди еще позавчера пока царство не возникло они и слыха не случили от жители галилеи например или там жители и думе и или там некоторые напротив например жители аж до дашки лона не только в эту тур не принимать а некоторые набор легко приняли как и доме и по-разному это было в общем это гораздо гораздо более позднее эпоху когда они сумели объединиться вокруг идеи и фактически это и есть работа танаха работать работа создатели танаха создавался он видите получается что там примерно седьмого века до нашей эры и до второго когда это начало каким-то воплощаться какие-то целые поколения интеллигентов они сидели высиживали это яйцо пока она не грохнула и оттуда вылез огромный цыпленок под названием иудаизм потом который сильно менялся разумеется превращался в курицу под названием эллинистический едаизм и тогда тем не менее в данном случае больше большая часть реальной истории древнего израиля большая часть народа ничего про это не слышит так говорит нам археологии мы не находим ничего до хашманистского периода чтобы свидетельствовать о каком бы то ни было монотеизм да мы находим тексты поклонения я шамронскому какого-нибудь еще вакуум тянуте но значит со своей со своей разумеется шерую то есть никакого монотеизма покажет пара по крайней мере супружеской мы находим изображение богов возможно я бы его жены в моце в девятом веке на нашей эры но это не говорит нам не рифмуется стоит люди которые здесь поэтому как бы трудно себе то на себе представить что действительно эти все эти судьи они скорее были наоборот людьми которые сохранились в памяти и в каких-то легендах которые передавались безусно а эта книга их делает властитель над мифическим уже тогда существовавшим как бы якобы народом израиля вот после него состал я и из гелады и был судей израиль 22 года он был судей израиль смысле что там были израильтяне что они тоже были люди которые которых автор текста определяет как израильтян а вот и поэтому поскольку они называются израильтянами то можно сказать что он был судей обо всего изра в ела шла шимбанин тридцать у него сыновей всего лишь на все было рухвин аль шла шин а я рим скачущих на 30 на 30 с лицах или там молодых ослах вышло шин а я рим написано у нас написано у нас а я рим но все переводят а рим что не было 30 городов а интересно что что в субтогенте было 32 32 сына и ослицы или и 32 если 32 молодых осленка и 32 города в общем мы не станем придираться к числу ослов и городов явно совершенно такой политический текст который здесь превращен в прозаический текст есть ощущение вот на певности такой до 33 сыновей на 30 ослятах чумена ослятах да и 30 городов или 30 не знаю в общем как бы так и все это называется вышла шин допустим арим или а я рим лохом лохом кару хават я и и их назвали фирмы я ира отдыхаем газы но теперь мы понимаем о чем идет речь то есть там вероятно находится хават я и они в реальности им там их допустим 30 деревень которые называются хават я не говорится откуда взялись эти хават я а вот я ер это потому что у него у я ира было сыновей который скакал который скакали на 30 если примерно так от этого ну опять же 30 это не обязательно отгаем газы то есть до момента написания текста а шерба и разгила значит вот такая история все что мы знаем это то что они были они ведь вот эта компания этого семейства 30 сыновей они были мифическими мифическими давать или имен вот этой области который называется хават я и я и означает как бы засветить до сия я их алифа тут а линда а ослы они с айн но во всем остальном это то же самое да а рим я похожие слова меня есть туманная как это память что хават я иргит упоминается в то ли у нас не помню где-то не упоминается еще то есть этот я ирон возможно был таким как бы колено внутри коленами наша или внутри колена рувена уже там на той стороне как бы часть земли считается коленом рувена и гада а часть половины коленами наш получается если так к этому верить но гораздо больше чем все остальные колено больше чем многие колено вместе взят гигантское колено примерно в общем то в истории не выступает как главенствующие колено ни разу это эфраем выступает как главенствующих колено и куда выступает как южные главенствующих колено но не не наши а если посмотреть на карты которые получаются огромный кусок на дело то что в минаже есть махир есть вот этот я ир ну и будет кстати тоже там есть несколько вариантов как беремен колен то есть иначе говоря как бы это не были именно колено такие там и наши а это были дальнейшем не очень ловко объединенные литераторами разными на колено которые всех посчитать получится не 12 15 или больше ну вообще у нас есть и рядом прямо с ним под боком да ну вот так кухов я ир значит звезда вася и двойное значение карьеры звезда вася и окей моя матья ир мэйк в икбр ба камон про кому нам ничего не сказано почему он что такого камон и как он относится к работе ир неизвестно все и не сказано хорошо себя верили плохо по умолчанию как бы ждали все хорошо ведут там клоняйтесь исключительно я ведь все хорошо дальше это стандартная фраза нашего редактора но я сифу бнея сраэль ласот гараба и ней шэм ваэд га беалин ваэд га аштарот ваэд элогей арам ваэд элогей цидон ваэд элогей муав ваэд элогей гней амон ваэд элогей плешцин ваэд элогей плешцин ваэзву это ягве вело явду было а в аду смотрите вот идет такой вот список то меня смущает тем что в общем то здесь нет ни одного реального имени ни одного бога это значит что автор морская что каш не хотел может быть потому что они пакостные может быть даже не знал поэтому он их вообще говорит есть места автанахи мы можем собственно горя и дефицировать всех богов почти все не всех но скажем элогей арам нам известно кто такой там там был боль ой забыл как же вы назвали ну в общем есть есть у нас эти имена мы знаем что пока ловялись перед плести мы поклонялись догану мафф поклонялся камошу арам поклонялся вот забыл сейчас кому в общем принципе других местах то на кого встречаемся с именами этих богов это это так что довольно интересно что у каждого из них был один бог ну по крайней мере то было что каждого из них был один главный бог ну как бы это такая уж довольно известная сегодня в науке концепция что вверх это не был манутеизм а это было поклонение одному выходящему за рамки семейства богов главного персонажа как мордук как бы вот это явление которое мы здесь видим в израиле она не является ну чисто израильским и контрастным очень сильно по отношению к окружающим все эти народы было по одному главному богу но какие-то там были еще разумеется божества каждого места у каждого деревни у каждого города были свои божества но было значит было вот выдвижение одного главного бога который там ассоциировался наверно семейства императора скажем там как зевс как юпитер юпитер там капиталистки в риме там все поклоняются но юпитер капиталистки очень важно потому что это символизирует а здесь но небольшой нет не такие больших империи небольшие города небольшие страны или большие как между речи которые поклоняются определенным богам то скажем ашу поклоняется богу ашу бога шур на не главное вот они его поклоняются если они терпят пораженность ашу именно их отдал на на поражение если они победили тошу победе иначе говорят как будут все эти боги известны они имеют свои имена и они играть на такую же но ведь проблем то не совсем в этом проблема в том что было что все население продолжала поклоняться своим древним местным богам они совершенно никак не упомянуты то есть рисуется картина такая что которая которая видно по многим текстам тританаха нереальные потому что мы видим дальнейшем как скажем шауль и как тем более царь и хиски и царь и оси а как они уничтожают местные культы шауль скорее всего такого не делает ему приписано но хиски и оси это уже какие цари которые пытались централизовать культ они уничтожили местные культ это не были культы каких-нибудь там далеко находящихся цеданян или через землю это были местные культ это были они просто высоты да и они значит там ходили уничтожали там правда не уничтожают культ который находится в байтеля в байтеле мог находиться культ либо самого яхве либо эля а вот вполне таких могущих имен вот они начали там уничтожили то есть это не были боги заграничные это были местные на как раз этот автор наш редактор не хочет этого признать он не хочет говорить что из рецен когда бы то ни было были свои коренные боги в отличие от я их исконным богом они все время отвлекались киноземщину что пытается нам сейчас здесь рассказать ну да ну да но вообще так написано как будто там они жили в этих странах как бы все время экспортировали бомбов спортировали богу и за границы да и вместе с этими богами к ним приходили завоевать не очень но это то что вот как бы здесь пытаются нам внушить что что все что не явно это чужое да если ты там живешь в Иерусалиме поклоняешься какому-то молоху и сжигаешь там его статуи каких-нибудь своих детей это не потому что это древний культ местный а это потому что вот и заразился какой-то надеянный заран а я люблю ничего такого никогда не только то браамы только один раз и значит ваехар афашем бои сраиль это стандартно каждой главе что именно это происходит вы им крым и продал их бы я пришли убил одновременно двухсторонняя монстр с востока и пришли на запад дальше на что они вот интересная фраза вы отцу в иру цицу это явно такая рифма возможно когда ты был какой-то какая песня на эту тему светит фактически отличие только одной буквы айн и садик один из садиков заменяетесь на а то есть они как-то вот значит их теснили ему теснили гоня вертся наверно берутся загоняться и 2 израиль башана хаги естественно возникает вопрос у комментаторов что это забота пашана и когда ну а насчет они до раньше говоришь вот когда умер я их до шмана из решена и сначала говорится в тот год потом говорится 18 лет эт кольб на израиль а шерба и верт по крайней мере здесь не говорят что это только речь идет и 17 лет они мучили за которые жили на востоке на востоке от иордана и море а шерба гил оба гил от они называются интересно да они называют ее амарийской землей которая дюйма но мы с вами знаем что амарийские племена собирая все это всех всех она не и там и все израильтяне еще гораздо больше это все амарий часть часть народов как вливались в междуречье и там хамураби амария и прочие всякие товарищи все это были амарий и самаре это такая большое очень объединение семейских племен вот здесь они как бы говорят что амарий которые живут земли гил адаме старше сказать что гил ад находится земля марии но в общем это не очень понятно что они знали про амария и насколько это насколько они не хотели или хотели амарий серия возникают самых разных местах и что естественно потому что все амарии но для авторов то на хоть не очень понятно что они не говорят что эта земля там дела почему она почему не сказать например а мы бы хотели сейчас услышать не мы можем но по крайней мере как захотел сейчас услышите правоверный читатель землю земля рувена и земля гады и землями нашим если уж нет так сказать например земля которую 1 омон и вне мав считали может ошибочно своей вместо этого они чтобы ничего этого не сказать ни того ни другого вопроса там чает вообще земля это амарийская земля что считает или амарийская что считаю как считает или это израиль до чтобы не решать эту проблему он еще говорит что это земля гил адская земля амарийская находящийся в гил ази помните да у нас история про то как гил ад откуда он возникает это галет то есть насыпь которую сделали лаван а им лаван это у нас он символизирует амария арам арамейцев до арабской более северные соседи и израиль яков который символизирует израильца государство израиль вот они нам поставили свою границу я никогда бы в этой в этой легенде отсутствует аммонитяне и и как бы там нет не обсуждают не здесь есть я имею ввиду выставили в разговоре между лаваном и иаков это писать всегда как там французы и немцы устанавливают альза селдаринге свою границу и при этом никто не не думал об из ассах латаринцев и тогда это у нас французское королевство и немецкое значит они между собой решать где находится и границ вот так и здесь какая-то вот такая вот эта история сам себе страшно интересная потому что есть ведь девятого века стала на цель амеши магнитинскую который описывает войну примерно за эти же территории южная между израилем и омоном и не мало вам и это же история описывается в книге царей израильских потому что эта война в которой участвует израильский царь ахав и иудейский царь самый я шафат один из редких случаев когда у нас есть два источника магический источник и внешний источник который описывает одну и ту же войну и очень много общего объяснения в описании хотя каждый конечно видит что другого то есть вот вот значит тут вот такая сна тоже отзывов такой да ты здесь нам описывает что они пришли нас мучить потому что мы плохо вели себя по отношению к нашему богу другие тексты показывают нам что между этими двумя народами и народами или четырьмя народами как считать где народ заканчивается начинается между какими-то израильскими племенами и какими-то там местными царствами постоянно шли войны за территорию до его на счет вот что они перешли орда чтобы вести войну с иудеи и бениамином из дома и весьма тесно было сынам израиля здесь впервые более менее слышим что что и куда упоминается как часть израиля я уверен что в древности израильтяне не думали как своей части вообще вот это некоторая такая уже подведение наведение своего итога спустя много веков вы из акубны израиль эль я ввел и мор хатанулы ха ки а завну и логей ну на а вот это обе али да то есть это вот такое лишь full thinking чтобы когда-нибудь они наконец стали делать это литература которая создается который в результате оказалось что она создавалась для будущего в трудности представить что это было бы написано уже во времена там хошманеев специально для их на их заказы и для их целей что именно тогда это стало работать поэтому значит те кто сейчас недавно было написано одним археологом книги он очень осторожен мы не знаем они говорили не будет мы не знаем я не говорю когда это был написан я говорю когда это начал работать когда это стало там всенародной религии до этого это не было нигде археологии не показывает никакого отличия принципиального израильтян вообще непонятно до этого слова до второго века непонятно вообще где там были после русского и знания сопутствующим всяких перемещений и персидское там царство где там жили там не жили иудей археологически это общем-то неразличим вот но тем не менее значит естественно вывод был бы что идеале написали по нему и пошли как бы религию он не как-то он не укладывал анализ текста порядочный текст писался задолго до этого никто не обращался внимание его не удавалось применить довольно страшная вещь по-своему потому что вы представляете себе да на текст который пишется довольно таки бездарными царями с какими-то своими целями которые совершенно не были достигнуты представляете себе что произошло там с царем и оси и который там пошел и убивал всех священников которые не в иерусалиме служили осквернил святые места и он был уверен что раз он все сделал то теперь ему море по колено и он пошел воевать с фараоном который его прихлопнул как муху после чего его сыновья до его нет ни сыновья его нам кажется его брать они там были сначала два его сына а 3 это был его брат последний царь они все были они все бездарно поступали на основе то и те же самых текстов бездарно выступали против голонян которые стали царями на эти времени победили египтян и каждый раз они терпели жесточайшие ужасающие поражения некоторым из них вырывали глаза некоторых в почетную тюрьму сажали богатую приятную прекрасно проводили время с девочками по-разному там их судьба сложилась назвать кого-нибудь из них успешным государственным деятельностью совершенно невозможно и после этого эти тексты продолжали лежать или каким-то образом читаться и перечитываться и каким-то образом существует внутри очень небольших общин часть которых находилась может быть иерусалиме а часть находилась где-то там в междуречье а часть египте и какой-то момент вдруг появляется это вот несколько царства которые этот инструмент вставляли этот ключ вставляет его историческую скважину и поворачивается это же они просуществовали собственно говоря там 100 лет не стали потом частью римской империи но уже религия это никогда больше не отпустил да то есть идеи которые там достаточно бредовые может быть даже и не очень интересные они могут в любой момент выстрелить спустя много веков и люди могут не просто там в них цепиться никто не отвечает на этот вопрос почему христианство победила там в третьем четвертом веках новую в римской империи как это произошло что именно христианство они не троизм или никакой другой вариант или вообще какая-то другая 3 религий такой замечательный вариант язычества которые там посылу почему это произошло и как почему эти идеи выражены в этой книге заложены из канала пикнули оказались настолько заразительными мы видим что ну вот они там лежала эта книга какие-то люди читали что там какая-то может быть были какие-то секции которые безумствовали вокруг этого или нет или не безумства и вот какой-то момент происходит происходит жмонейское восстание возникает государство они всего лишь навсего там сто лет посуществовали проглоченные римской империи которые была причиной первоначальной победы она задавила этих несчастных греко-сирийцев и греко-сирийцам было не того чтобы подавлять наше восстание ну козы-козов они нас тоже скушали если не то что такая огромная политическая победа но потом этот текст продолжает набирать себе поклонников и сам самых неожиданных каких этих самых аудитории римляне которые ну презирали иудаизм греки которые презирали иудаизм чем презирались высоко да смотри как смешно да что не там писток и и христианство они презирали они все в это дело вошли такая штука значит вот на читают и мы когда читаем эту книгу мы сами книги судьи это очень наглядно это чтобы это не было наглядно в других но здесь наглядно потому что здесь сочетается редакторские мировоучения которые являются основой будущей религии и народные легенды которые описывают какой-то может быть сказочной форме описывали реальные события которые происходили которые волновали жителей до того как это религия кому-то сильно серьезно по поэтому виден контраст как как это работает немножко виден фон на котором исторический фон и нельзя сказать что он такой уж супер исторический но в нем однако же есть элемент реальных воспоминаний реальных людей и то идеология которая предлагается какими-то людьми которые там вот вокруг царского двора созданы институты иудаизма будущего можно так сказать академия будущей будущем нашей религии вот они начнут пишут и придумывают эти вещи и они создают нам конечно очень трудно заглянуть в голову и послушать о чем они между собой говоря гораздо легче нам уже услышать речи раввинов потому что они собраны собраны стал мы слышим как создавался как создавался романтический резин а собственно говоря присутствует но вот эти вот столетия дискурса придворного скорее всего дискурса о центральной религии централизованной религии они мы видим только по сохранившимся вот этим литературным плодам он сказал значит господь сынам израиля да поем архошем эльбне израиль тоже это не почти нигде не бывает такого чтобы без всякого там ними не говорится что муж сказал мне не говорится шумуэль сказал а вот пришел господь и сказал он собрал их и сказал это очень странно как бы это противоречит нету да нету 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 то есть когда там он разговаривает с авраамом с одним человеком это там чит у писателей эти книжи возникают трудности да то есть там мал ахашем там берет руку авраама отводит ее чтобы он не или вызывает к аврааму мал ахашем чтобы он его не завез да то есть всегда есть это логический вопрос а как это бог вообще может говорить человек здесь в этой книге этого нет ему легко поем архошем эльбне израиль гало мимит сраим у минха и море у минданый амон у минха пришти умеет лишь тем в отсюда ним в амалек ума он лахацу и хэм да то есть они все во все эти насчет вас притесняли в отец а койла я бы ко мне взывали вы уши и тхами я да я вас тут немножко смешано египтяне и так далее хотя на самом деле это может быть имеет историческую основу потому что египетские фараоны приходили периодически у них возникала идея вернуться к на сферу и в этот пуль знаменитый который там во времена царя соломона примерно или может немножко раньше во времена царя шауля приходил и видимо пытался создать здесь организованную египетскую провинцию на какое-то время создал вот то есть тут как бы эти моменты они отношения не только к тому что что у нас легенды о том что нас в египте притесняли и сидань они и так далее я вас спасал а вы оставили меня в этом а завтра мути в это вдул и лугим ахарин вы меня оставляли чтобы служить чужим чужим другим богам лохин ло осев лёши от меня больше не буду вас спасать леху за q и рважем им ашер бахар там вам да вы видите просите тех кого выбрали гэма яшилла хэм бээ царатах царатхэм это такие тексты очень легко писать спустя примерно 300 или 400 да значит вот как вот окажется просто происходило нам было правильного бога вот неправильно вот именно то же самое произошло после октябрьской революции да у нас теперь правильная экономическая теория поэтому мы сейчас всем покажем и когда выяснилось что ничего такого не происходит что запад как-то развивается его экономика а у нас экономика причем совершенно наоборот именно там по тем самым причинам которые предполагались что ее резко толкнуть вперед то есть централизация экономического процесса именно поэтому он на вас все время замирал и потребовалось и не знаю 50 лет советской власти чтобы как-то если они сразу же понял что надо делать нет но он быстро умер старин быстро свернул и ну и всякие были варианты да но отказаться от веры не возьму и отказаться потому что если это рушится вся конструкция который на этой вере построен а что будет обрушится но понятно что мы уже власти не будем на скрыть все убьют но вместе с тем убьют не только нас убьют вообще все это может быть и так далее вот я не считаю примен так начали описывают свою теорию до теории никакого религиозный коммунизм поскольку наше дело правильное надо только держаться правильного правильной теории а если она а если значит мы знаем как правильно то мы начали вместе всех победим так повторяется из тысячелетия в тысячелетие давайте читаем последние два хотя вот дойдем до абзаца в ямру бней израэль и хашем хатану аси ата лану холь готов бы и них а их гацилену на ах гацилену на а йом газы сделать на ней все что хочешь только спаси выясирует элогей ганехар видите тут подчеркивается чужие будут чужие элогей ганехар а микербам боя вду с хм писали себе присуток он 13 веке на наши а еще в шестом веке накануне вилонского и знания мы читаем правдивое описание того как весь иерусалим переполнен всякими там совсем не такими уж чужими это и чужими и не чужими богами как прямо в храме поклоняюсь какому-то дракону как женщины сидят и оплакивают тому за на улице херусалима и так далее ну и поклоняю разумеется поклоняются молоху то есть никуда никакие боги никогда не девались о крайней мере вилонского изгнания что было между вилонскими знанием и хашманинским царством достаточно вот и отвергли они от себя чужих богов и стали служить господу и не и не потерпела душа его страдания израиля красиво правда в этих в этих цар на в шо ты имеется ввиду нефиш шель элогим да это же наша в этих цар на в шо б амаль израиль кей если у вас есть вопросы есть вопросы у меня нет вопросов честно вам скажу мифология решит мне ближе к сердцу весело это все читать как ну потому что ты читаешь ты же понимаешь о чем это да ты как бы когда тебе рассказывают что-то невероятное совершенно и проскакивают там какие-то вещи совершенно невероятные и ты понимаешь вот они все писали понимали и они также думали как ты а тут а тут они тоже писали понимали также думали как миллиарды ваших современников ну да это я да это понятно поэтому мне вообще-то кажется что бережит нужно читать после после шуфти все давно уже я хочу начинать хотел бы я уже вообще уже больше ничего не хочу но когда же потому что надоел вот потому что вещей потому что это это не разочарование это просто я первый раз читаю эту часть я не могу сказать интересное место которые не сшита вот это все они вот как-то такое ощущение что мы если вы представьте опять же вот модель возрожде эпохи возрождения или средних веков в европе то мы с вами пришли из замка теодала где сидит волшебник и пишет в сказки какой мерлин сидит свои сказки о том как на самом деле все должно было бы быть красиво вышли в поле и увидели там начат реальных политиков реальные народные легенды более вот то есть мы с вами как он смысле сейчас вот здесь нюхаем порах а там вообще как бы там да там такой вот поэтический ну да я как бы там какой категорически просто влюблена в берешить после всего а это ну это конечно интересно но это же не может вызывать влюбленности тем более что у меня ну как бы неизбежно отторжение возникает от этих вещей потому что ну понятно потому что я человек не идеологический и не религиозные поэтому это конечно нет это интересно я не могу сказать не интересно но это в общем работа такая работа души для меня вот это и хорошо отступает это у меня ученики когда я когда я своих учеников юрита загружают там упражнениями там быстро быстро даю им создавать фразы до формы форму беньяна и начать начинать немножко вырезать глаза из орбиты альсгаммер отступает альсгаммер отступает а ну понятно не руха мозга это я понимаю конечно мои тоже я гружу сейчас как раз разбором фраз где у нас глагол где какая форма где что никто же глаза и мне кажется это очень интересно очень есть элемент реальности и прямо по вере реальности написан элемент идеологии которая потом выстрел стала как мы с вами знаем на 3000 почти что и как продолжает быть страшно актуальный для нас с вами соотечественников набирает все больше и большую силу и вот мы видим как она делается мне кажется мне кажется это и есть самое главное это на так и так с моей точки зрения эта книга должна преподаваться в школе вот господа дети как создавалось то во что верят наши люди почему строится наша современная политика почему они плюют под ноги священникам христианским очень актуально ну до следующего раза хорошо спасибо большое я вам денежку перевела найдите подтвердите перевод всего хорошего всем до следующего раза пока